Где это? Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Дашута, и мое новое видео. Сегодня хотелось бы с вами поговорить немного о пинцетах. Какие они бывают, какими комфортно работать и как их правильно держать. Итак, первый пинцет, который мы будем рассматривать, это серповидный. Это пинцет, который не имеет острого угла, он достаточно плавный и выглядит вот так вот. То есть это те пинцетики, которые называются еще ST15, на данный момент они бывают в разных фирмах, по-разному выглядят, но вы его все помните именно так. Это самые первые пинцеты, которыми пользовались мастера. Почему-то запамятовалось, что эти пинцеты именно для классического наращивания, на самом деле ими можно выполнять абсолютно разные объемы. Итак, это был у нас серповидный пинцет. Далее у нас пинцет топорик. Это пинцет, который имеет немножечко округленность такую, то есть им легко работать больше носиком, потому что именно вот эта округлость, если брать, то иногда она мешает, если она очень большая. Иногда топорики делают чуть более спиленный такой угол, тогда ими проще работать. То есть жесткость этого пинцета, он такой жесткий, поэтому им удобно работать тем, у кого очень сильный такой нажим на пинцет идет, им более проще с такими пинцетами, чем с нежными пинцетами. Так, смотрите, следующий пинцет у нас идет скошенный, то есть угол наклона такой достаточно плавный, не очень резкий. Далее, выполнять этим пинцетом можно тоже любые объемы. Далее у нас идет сапожок. Сапожки это пинцеты, любимые пинцеты для объемного наращивания. Обычно ими комфортно брать большую прядь ресниц, то есть много ресниц, но не очень комфортно работать у зоны носа, потому что именно вот этот резкий угол и длинный носик немножечко мешают. Эти пинцеты способны брать очень большие объемы. Но на самом деле дело даже не в том, какой носик у пинцета, насколько он длинный либо короткий. Тут больше играет роль, насколько мастеру удобно с этим пинцетом работать, как он к нему привык, приспособился. То есть у каждого мастера может быть индивидуально свой любимый пинцет. Итак, далее пинцеты мини. Это мини сапожки такие, когда маленький сапожок, очень коротенький. Вот так вот выглядит наш пинцет. Далее, пинцет-крючок. Это пинцет, которым прорабатывают внутренние углы. То есть специально сделан, обратим внимание, если сравнивать его с сапожком, то крючок здесь очень маленький, зона уходит в ту сторону, чтобы не касаться носа. За счет вот этой маленькой головки он такой достаточно маневренный получается. Но им удобно прорабатывать только внутренний уголок. Полностью по периметру всего глазика он даже не берет большую прядь ресниц. То есть он настолько маленький, что прядку большую ресниц не возьмет. А внутренний угол иногда можно дорабатывать не настолько большими объемами. Я уже запуталась, у меня уже речь пропадает. Итак, далее, следующий пинцет, который мы рассмотрим, это уже из разряда острых пинцетов, которыми мы работаем в левой руке. До этого все пинцеты, это были изогнутые пинцеты, когда мы работаем в правой руке, если вы правша. Если вы левша, то вы работаете наоборот. Если левша, то левша может работать обеими руками одинаково. То есть он может держать изогнутый в правой руке, перейти на другой глаз и держать изогнутый пинцет в левой руке. Ну, такая универсальная мастера. Далее мы рассмотрим пинцеты острые, один из острых пинцетиков это дельфинчик, который удобно работает, когда у клиента вашего большая надлобная кость и глубоко посажен глаз, то есть если большая выпуклость, пинцет в такой форме очень удобно обходит надлобную кость и открывает реснички для поиска. Итак, далее, следующий пинцет это обычный стандартный пинцет, раньше он был ST11, сейчас его море в разных фирмах и все равно он будет оставаться, наверное, для всех в душе ST11, потому что это обычный, самый, обычный, самый ровный пинцет. Им лучше использовать на базовых знаниях, потому что вот такие вот пинцетики изогнутые немножко девочки слегка заводят их сильно в область глаза, поэтому они имеют место быть для тех, кто пытается прям нырнуть туда в глаз. Лучше использовать вот такие просто острые пинцеты, которые будут уходить вдоль глаза. На самом деле, есть еще из острых пинцетов вот такие вот, то есть это тоже похоже на дельфинчик, но здесь угол наклона немножко меньше. Это индивидуально мастер подбирает под себя, то есть когда вы выбираете пинцет, очень сложно выбрать его на расстоянии. Лучше, когда вы выбираете пинцет, пробуя его, то есть тестируя, испытывая, тогда вы точно будете уверены в том, что вам подойдет этот пинцет. Давайте пойдем дальше. Как правильно пинцет держать в руке? Итак, давайте сейчас с вами рассмотрим пинцетики и как их правильно держать в ручках. На самом деле, бывает несколько позиций, в которых мы держим пинцет. Бывают пинцеты с выемкой под пальчик, то есть когда вы держите и как ручку пинцет в руке, то есть у вас эта выемка как раз получается на средний палец. Вы вот так вот держите пинцет. Бывают пинцеты без выемки, ровные. На самом деле, удобно использовать и те, и те пинцеты. Еще раз, почему? Потому что каждый пинцет очень индивидуален для мастера. Такого супер-мега, который презентует идеальный пинцет для всех, его не существует. Для каждого из вас может быть свой какой-то определенный любимчик. Как вы можете держать его в руках? Можно держать вот так вот. Это будет как ручку в руках мы держим. Иногда бывают такие пинцеты жесткие, либо широкая вот здесь вот заточка. И они могут давить в палец, вот здесь вот натирать. Поэтому для того, чтобы работать именно в этой позиции пинцетом, нужно правильно подобрать пинцет. Обычно это лучше, когда он с выемкой. Если же вы держите по-другому пинцет, можно держать еще в такой позиции. То есть, когда вы берете, снимаете реснички и зажимаете всеми тремя пальчиками, придерживаете пинцет. И можно держать вот так вот, придерживая двумя пальцами. То есть, три позиции, да, сейчас мы рассматриваем. Это как ручку держим, зажимаем двумя пальчиками. И когда мы работаем с тремя пальчиками. Все эти методы, они будут абсолютно нормальные, если у вас будет качественный результат. Не забывайте, что мы всегда работаем на результат. И не имеет значения, каким из этих методов вы держите именно пинцет. Главное, чтобы вам было удобно. Как лично я работаю? Если я работаю с правым глазиком, чаще всего я держу пинцет немножко ближе. Это вот так вот. Когда работаешь с левым глазом, из-за того, что мешает нос, немного перехватываешь пинцетик уже в эту позицию, для того, чтобы иметь возможность забрать пальчики и не касаться вашего клиента. Ни лица, ни губ, ни носа, ничего. То есть, вы немножко забираете пальцы. В общем, самая универсальная, удобная позиция, наверное, когда вы держите вот так вот, тремя пальчиками пинцет. Но не исключены и другие варианты. Удобный пинцет для вас это 40% успешной вашей работы. Дорогие мастера, на этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok